Всем привет, меня зовут Ева Ревтова, я приветствую вас на канале Аромакод. Сегодня мы с вами поговорим о новом аромате Love от Chopard. Аромат новый, он выпущен в 2020 году, относится к группе Восточный и Цветочный парфюмером стал известный Альберто Мариес. Мариес – это ведущий парфюмер фермениш и один из самых известных парфюмеров на сегодняшний день. Он создал в свое время Versace Bright Crystal, CK One для Келвин Клайн или Марк Джейкобс Дейзи. И, конечно же, он мастер во всем, что касается цветочных ароматов. Chopard – это бренд с более чем столетней историей. Основан он был в 1860 году. И это, конечно же, просто самый высший лакшери, премиум, как его только можно не назвать, сегмент. Chopard анонсировал Love как аромат для красной ковровой дорожки, где вы будете сиять, где вы будете самым ярким представителем. Флакон это подчеркивает в том числе. Аромат отдает дань розе, самому прекрасному цветку. Здесь находятся шесть розовых эссенций различных. Шикарная древесная база. Если я буду перечислять все ноты, которые находятся здесь, мы с вами останемся до завтра. Просто смотрите этот выпуск. Поэтому я кратко скажу о том, что здесь очень много розы и очень классная древесная база. Стартует аромат розой, причем различными видами, как я уже сказала. Также здесь есть кир-рояль. Это коктейль, шампанское с черносмородиновым ликером. Еще розовый перец, корица и фиалка. Вот я чувствую много розы и много фиалки. Это как будто такая припудренная роза. Еще немножко со специями. Чуть-чуть где-то куркумы, чуть-чуть где-то перца. То есть ощущение такого восточного базара, но вместе с розой, которая здесь никуда вообще не уходит. В средних нотах абсолю розы, различные розовые эссенции, столепестковая роза, болгарская, дамасская роза, отта. В базе находятся бобы танка, кедр, пачули, сандал, мед, какао. В общем, все самое лучшее и самое вкусное для того, чтобы нас порадовать. Аромат получился интересный, но достаточно густой и плотный. Он точно не на каждый день. Он оправдывает свой анонс как аромат для красной ковровой дорожки. То есть это аромат для вечера, для выходов, для свиданий, для каких-то интересных встреч и для того, чтобы заявлять о себе. Ему нужно соответствовать. Для меня он похож на два, еще два относительно новых аромата. Один из них это Rose Prick от Тома Форда. Это новый аромат. Вот если в Rose Prick там больше специй вначале, меньше розы, и только потом вот где-то уже слышится роза, то здесь роза солирует однозначно, специи меньше, но похож действительно очень сильно. Еще один аромат, с которым могу сравнить, это розы и кожа Фредерико Маля. Причем, заметьте, каждый из ароматов очень громко заявил о себе. Роза и кожа вообще стал одним из самых удивительных ароматов 2019 года в парфюмерных рейтингах. Поэтому, если вам нравятся плотные, густые, какие-то восточные ароматы с добавлением розы, не похожие на Монталя, вот как раз похожие на Фредерико Маля, вам стоит попробовать Love. Аромат позиционируется как женский, но я уверена на 100%, что его с легкостью и с большим удовольствием, кстати, смогут носить мужчины. Единственное, что понравится ли вам такой не совсем мужественный флакон, наверное, мужская версия это все-таки распив. Аромат получился очень стойким, 8-10 часов будет держаться, достаточно шлейфовый, дальше 2 метров будет ощущаться, поэтому он прекрасен для вечера. И самое, наверное, важное, что на горячей коже он будет больше раскрываться такой древесной базой все же, на холодной коже он будет больше звучать цветочными нотами. На нашем сайте aromacot.ru вы можете заказать пробную версию аромата, поносить и понять, насколько же он подходит именно вам. На сегодня это все, пишите ваши комментарии, успели ли вы попробовать этот аромат. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!